Здравствуйте, дорогие мои красноярцы и мои подписчики на канале YouTube Голова Садовая. Да, с вами говорит и показывает тетя Таня сегодняшняя тема свекла, свекла, не свекла, а свекла, не фекла, а фекла. Вот такую я знаю поговорку, говорить надо правильно. Значит, хочу вам сказать, что кажется, да, что про нее говорить-то? Потому что все давно все сказано. Да что ей вообще говорить и показывать эту свеклу, когда заснул семечки и плюнул и ушел? А потом что начинается? А потом начинается. Да, корнеплодик не образуется, листья пузырятся, там какие-то минирующие мухи, в середине черная дырка, и у нее какие-то концентрические полосы внутри, и она вообще не сладкая оказывается. А что не так-то? Вы забыли, что свекла на огороде принцесса. Это чтобы вы знали. Вскопайте грядку. Внесите, пожалуйста, перед перекопкой на каждый квадратный метр грядки. Не важно, она у вас такая или вот такая, там, не важно. Вот вычислите квадратный метр. Одну чайную ложечку без верха. Борной кислоты распылите ее, перекопайте. Вот у свеклы есть проблема. Без борной кислоты ее достаточного количества немного, пожалуйста, не усердствуйте. Вот столько, сколько я сказала. У нее просто все время будет образовываться черная дырка в середине, церкоспороз так называемый. Поэтому без такого микроэлемента, это редкий элемент в земле, бор, у свеклы проблема. У свеклы проблема, когда вы ее сеете друг на друге вот такими рядочками, как машинка прострочила. У нее проблема. Она не образует свой корнеплод. Вообще не образует. И листья не образует даже. Потому что она не любит затенение даже собственными листьями. Она не будет сладкой, если вы забудете за лето пару раз полить ее под соленой водой. Ну, пару столовых ложек на 10 литров воды. Это же у нас растение солянка. Она же из Среднеземноморья пришла к нам. Единственный, наверное, овощ на столе, которая действительно солянка, выдерживает солевые почвы. Хочу сказать, что вот у меня в руках-то красавица редкостная. Это бонбон. Свеколки маленькие, точка роста маленькая. Она такая славная, темно-темно-темно бордовая. Есть еще одна такая красотка, египетская, плоская. Есть египтянка такая же, есть цилиндра такая же. Вот свекла в таком уже виде и взрослом, ее не очень хочется. Ну, не хочется, пока зима не придет. Да, винегрет – это же зимняя еда, это же не летняя. Летом мы делаем легкие салаты. А что нужно на легкие салаты? Свекла нужна в организме. Вот так нужна. А у нас есть другая свекла. Листовая. Она называется мангольд. У нее много вариантов. Вот радуга здесь, есть вот алый мангольд. Мы употребляем в пищу не только нежные листья, очень нежные. У свеклы и так-то они нежные. Да, кстати, сказать, и эту свеклу можно листья есть. И черешки у этой свеклы очень вкусные, нежные. В любом салате они будут всегда кстати. Свекла, пожалуй, единственная, но из таких культур, которую сеять надо не в холод. А где-то уже после троицы, то есть в самом конце мая. Тогда она будет очень даже хороша. На этом закончу. Удачи вам и приятного аппетита.